Вот эти вот отдельные положения по бухгалтерскому учету. Поэтому, если вы применяете по-прежнему, ваши программисты вам 97-й счет оставили, применяйте. Но единственное, наверное, уже смысл имеет чистить его, не просто каждый расход туда отправлять, а только тот. Ну, например, если мы пришли к выводу страхования, допустим, роялти, по программным продуктам, только если срок договора установлен, да, вот такие. А просто, как ранее, например, какие-то еще, что хочу распределять, наверное, смысла этого нет. То есть определиться просто. Ну, дело в том, что лицензии, очень давно лицензии у нас перестали быть вот таким пониманием расхода в будущий период. Просто определить, что собой представляет лицензия. Вы обратились к какой-то специализированной организации, которая там сделала какой-то эксперимент, проверила на предмет возможности получения вам лицензии. А вы получили, расход состоялся, да. Потом еще что, то есть вообще вся лицензия практически распадается на ряд платежей, да. И в конце идет вот этот, в основном, лицензионный платеж разовый, который представляет собой налоги и сборы в соответствии с законодательством, который ложится также разовым. Сама лицензия, она как бы не имеет вот этой собирательной функции, как это было лет, наверное, 5 назад, да. То есть вы просто получили расход, списали, получили расход, списали и так далее. Какой срок, соответственно, налоговый учитель. Почему? Ну, дело в том, что вам дается право, ну, во-первых, если буквально говорить, то к этому сроку ваш относится только лицензионный платеж. То есть, когда вы оплатили этот лицензионный платеж, тогда он относится к сроку действия лицензии. Но он является государственной пошлиной, а налоги и сборы в соответствии с законодательством у нас вложатся в том периоде, в котором мы им начислили. Поэтому, в принципе, какой смысл? Получается, у вашего лицензионного платежа есть два значения. С одной стороны, вы говорите, он относится к сроку, но с другой стороны, он является налоговым и сбором, который учитывается в соответствии с законодательством, уложится сразу в период отчтения. То есть, я это не знаю, что спрашиваю, при этом, а вы что-то выводите? По сути дела, да. Я вижу, что, думаю, что, наверное, нет смысла дальше ситуацию идти. А теперь, на каком-то? Дело в том, что, опять же, та же самая ситуация. Ну, сертификаты, вот, опять же, можно ведь как проходить? Сертификат, если буквально говорить, исходя из налогового учета, то почему мы опять тянем сертификаты? Потому что они относятся, как бы, к сроку их использования, да, платили, и там есть срок использования. И по сертификату, конечно, нет вот этой критерии налоги и сбора, да, то есть, естественно, оплачивают там специальным организациям на получение этого сертификата и так далее. Вот, поэтому, в принципе, можете тоже распределять. В налоговом учете, конечно, разумнее распределять этот сертификат на срок действия, допустим, на срок его действия, потому что можно четко определить. Хотя есть, например, и споры по этому вопросу, касающиеся следующей. В налоговом кодексе, я опять же к налоговому говорю, да, в налоговом кодексе сказано, что если установлено это в условиях сделки, условия сделки это договор, а сертификат, получение этого сертификата не является договором, да, то есть мы получили для того, чтобы осуществлять договорные отношения в будущем. Поэтому срок действия сертификата это не срок действия договора или срок действия сделки. Договор-то мы сразу уже осуществили, нам выдали этот сертификат и отношения наши закончились. Поэтому, в общем-то, в налоговом кодексе, с точки зрения налоговых последствий, суды чаще всего встают на позицию, что по сертификатам нет срока сделки, поэтому сразу же на сходах можно приставить. Ну, а в бухгалтерском учете можете идти по такому же пути, то есть я не вижу оснований. Бухгалтерский учет это опять же наше решение. Просто если вспомнить, от чего это все возникло, это возникло когда-то раньше, от налога на имущество. Если помните, кто раньше считал, в налоге на имущество был 97 счет. Вот тогда налоговики нам давали кучу разъяснений, все делите. А потом, с точки зрения бухгалтерского учета, этот вопрос стал закрываться. И осталась проблема только с налогом. А к налогу, я говорю, я считаю, что основной критерий срок сделан. А допуски СРО вообще здесь проблем нет. Уже масса разъяснений по поводу того, что допуск сразу возникает. Оплатили, учтите все расходы. Даже Минфин с ФНС не спорят с тем, что это разовый платеж. И вы его можете учитывать сразу в том периоде, в котором вы оплатили. И опять критерий, нет срока сделан. Нет срока сделан. Вопросы не во всех регионах. Вы участвовали в выпусках? Вот, оплатили, признали в расходах. Я согласна. Не важно, когда это самое. Получается, что все равно у нас расходы. Я понимаю. Если есть эти разводы, то вы не обладаете? А почему нет? Это обязательный платеж? Он не обладим вам? То есть он является осторожным? Конечно. Ведь не зря есть фразы, которые говорят, но бухгалтерский учет, я всегда говорю, он все в себя отбирает. Поэтому там вы учтете. А с точки зрения налогообложения, у нас же не зря в 264 статье сказано, что расходы, которые являются необходимыми для осуществления нашей деятельности. То есть, как там сказано, членский вступительный и иные взносы, которые являются условием нашей деятельности. Поэтому, если вы ведете деятельность в разных регионах, и там необходима оплата в СРО и вступление для разрешения и осуществления этой деятельности, конечно, это обязательный расход. Но я бы сказала так, что по поводу оплат в СРО, членских вступительных, вот этих целевых вносов, вообще вопросов не возникает. То есть, именно вида ФНС единодушно в своем решении оплатили, признали, оплатили, признали. То есть, та же самая церковь, никакого срока сделки нет, никаких договорных отношений нет. Потому что нельзя это подтянуть, здесь нет договора. Здесь просто нет договора. Значит, итак, вот эта норма. Поэтому, конечно, вот я еще раз говорю, если все-таки во имя сближения вы хотите эти нормы соблюдать, ну, вот единственное, запомните правильный баланс, чтобы к вам не было вот таких излишних требований. Но я еще раз говорю, вы можете, как бы, для себя эту норму каким-то образом применить и самостоятельно. Далее, ну, собственно говоря, что касается еще отдельных положений по бухгалтерскому учету, которые следует нам применять. Сейчас я помню. Вот, в частности, например, вот такие. У нас есть отдельные положения по бухгалтерскому учету. То, что я встречаю очень часто, как неправильное ведение по бухгалтерскому учету и отражение. Так. Ну, наверное, сейчас немножечко не по ГУГО. Вот еще один документ напомню. Я не знаю, насколько он будет вам интересен или, может быть, тоже вызовет какие-то споры. Значит, вот рекомендую просто, когда мы формируем бухгалтерскую отчетную, конечно, особенно годовую. У нас ежегодно Минфин выпускает письма. Эти письма он рекомендует аудиторам для проведения проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской отчеты. И иногда бывает в том или ином положении, например, та или иная норма не прописана. Но, тем не менее, в своем рекомендательном письме Минфин разъясняет, например, как учитывать тот или иной критерий. И вот, надо сказать, я назову вот одно из последних писем, которые вы можете использовать, например, для текущего года. Это тоже письмо Минфина, письмо Министерства финансов Российской Федерации. От 24 января 2011 года, номер этого письма 07-02-18, дробь 011. 07-02-18, дробь 011. Значит, это письмо, которое давало квитерии оценки по 2010 году, но и отдельные рекомендации, они также переходят и на 2011 год. И вот мне бы здесь хотелось обратить внимание на то, что Минфин уже пишет в течение ряда лет. Значит, в этом письме он указывает, что если, например, вы строите какой-либо объект, то есть, например, вы осуществляете строительство объекта, то есть он у вас формируется на 08-м счете. И если в этом случае, например, вы своим подрядчиком уплачиваете авансы, то есть авансы вы платежи перечисляете, то когда вы закрываете баланс, вот эта сумма уплаченного аванса, она в балансе должна отражаться не как сумма дебетовской задолженности, перечисленный аванс, она должна отражаться в составе необоротных активов на 08-м счете. Уже не первый год об этом напоминается, поэтому это с точки зрения правильности оправления баланса. Конечно, надо понимать, что у кого-то это вызовет сомнение, да, потому что вы... То есть, ведь смысл заключается в том, что наш бухгалтерский баланс, он формируется не исходя из четкости наших счетов. Мы привыкли считать, что вот этот счет идет в эту строчку, этот счет идет в эту строчку. На самом деле, уже несколько лет назад, когда вот вышло 44-е, как будет приказ 66 Эльбов, он как раз указал на то, что формирование нашего бухгалтерского баланса возникает, да, с применением бухгалтерских счетов, но в то же время с необходимостью формирования вот этих статей, показателей, исходя из тех требований, которые здесь заложены. Поэтому, по сути дела, да, вы можете у себя в бухгалтерском учете аванс считать авансом, но при сворачивании, при формировании бухгалтерской отчетности, авансы, которые относятся вот к такому строительству, к инвестиционным средствам и так далее, они должны отражаться во внеоборотных активов. То есть, это вот тоже те критерии, которые здесь есть, да. Так, что еще здесь может быть, в частности, полезно? Ну, наверное, вот я так их сгруппировала, вот эти вот показатели, вернее, вот эти вот данные, чтобы иметь возможность их применить. Ну, считаю, что это как бы наиболее существенное то, что касается вот сегодня нашей отчетности и того, что мы должны знать, по сути дела, вот за девять. Опять, по строительству. Если инвестор, он, в принципе, и авансы вот эти, это, по сути дела, вложение у него получается, может быть, на 58-м, а если инвестор-заказчик в одном лице, тогда... Нет, ну, дело в том, что вообще инвестиционные средства, наверное, не проектно применять 50-й счет, если инвестиционные средства идут, то в лучшем случае сделать для них просто счет учета прочим задолженность, 76-й счет, как мы правило применяем, да? Но если это связано именно с инвестициями, например, вы являетесь застройщиком, к примеру, и вы, допустим, вы являетесь застройщиком, но вы передали, или инвестор, да, или застройщиком, который получит эти деньги, ну, разный, вы только инвестор, да? Но если в данной ситуации только инвестор, то имеет смысл отложить их на 76-й счет, да? А если инвестор и заказчик в одном лице, то тогда имеет смысл с 76-го отправить их в огнеоборотные активы, указать в первом разделе, да, 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 то есть получится вы туда уже. Задамся маленький вопрос. Решение суда декабрю в 24-й год вступает в силу с 11-го января. В каком году? 11-го января. В следующем. То есть у нас судебные решения отражаются по дате вступления в силу решения суда, да? Поэтому не зря там существует определенный срок недельный. Если вы получили решение суда, но на конец года оно не вступило в силу, то, конечно, задолженности отражать по нему нет смысла. Только следующий год. А вот если как бы в этом году вступает в силу неотразим, тогда, конечно, это существенная ошибка. Но опять же не забывать, вот опять мне хочется напомнить о том, что вот у нас очень часто сейчас, когда стал превалирующим налоговый учет, прям с точки зрения налогового, очень часто налоговые органы разъясняют, или Минфин разъясняют те или иные вопросы с точки зрения налогообложения. И как бы тем самым порой искажая наше понимание бухгалтерского учета. И вот, например, те же самые ситуации, которые возникают по отношению к штрафным санкциям. Вот тот вопрос, который затронули. Значит, с одной стороны, действительно, у организации может быть, могут к ней применяться, например, какие-то штрафные санкции. Или другая ситуация, она обратилась в суд, допустим, и она по решению суда или решению суда просто состоятся на предмет того, что должник, например, должен оплатить ему за должность, но помимо этого он должен возместить какие-то суммы господства. Он должен возместить какие-то суммы штрафов, санкций, которые возникают за нарушение исполнения вот этих обязательств. С точки зрения налогового учета, действительно, критерий обязательный. Он говорит, что, по сути дела, обязательно мы должны отразить себе доход по решению этого суда на дату вступления в силу решения суда. Это обязательная норма. И нам в налоговом учете получается ситуация такая. Решение суда состоялось, например, в ноябре, в декабре оно вступило в силу, и мы видим, нам должник еще ничего не перечислил, нам не возместил госпошлину, ничего. Но мы себе должны штраф начислить, мы себе должны возмещенную господвину начислить, и в налоге на прибыль мы ее отражаем. Но возникает вопрос, а в бухгалтерском учете обязаны мы так сделать или нет? В последнее время Минфин тоже настаивает на этой норме, он тоже говорит по решению суда. Но ведь мы все время забываем наше первое ПБУ, это учетная политика, в которой есть ряд требований и допущений. И одним из требований является требование осмотрительности в бухгалтерском учете. Требование осмотрительности говорит о том, что организация или бухгалтер, который формирует бухгалтерский учет, он должен быть готов к получению убытков, нежели прибыли. А что это значит? Это значит, что каждый раз отражает ту или иную проводку. Мы, например, понимаем, есть у нас решение в суда, которое вступило в силу, но мы понимаем прекрасно, что с должником у нас такие сложные отношения, мы неоднократно обращались, и мы понимаем, что он нам на текущую дату, а может быть и в течение всего периода времени, не заплатил. И на сегодняшнюю дату мы к судебным приставам не обращаемся, или, например, не предполагаем обратиться, потому что у нас нет каких-либо средств на это и так далее. И поэтому здесь, получается, организация для себя принимает решение. Сходя из требований осмотрительности, отражать для себя вот эту величину штрафа, которую нам, например, начислил суд, мы в бухгалтерском учете не будем. Потому что, ну, представьте себе, нам начислил штраф 300 тысяч, к примеру, который он должен заплатить. Суду-то что? Он принял решение. А вопрос, даст он нам эти деньги или нет, еще неизвестно. Для налогообложения обязательно должны и налог заплатить. Тут уже нормы жесткие. А вот в бухгалтерском учете что происходит? Требований осмотрительности. Если я себе 300 тысяч начислю, значит, я своему учредителю покажу искаженную прибыль. И скажу, да, 300 тысяч имеешь, распределяй, пожалуйста, как дивиденды, а реально ее нет, и нет вероятности того, что она будет получена. Поэтому про бухгалтерском учете, про требований осмотрительности не следует забывать. Просто иногда нам жесткие критерии дают, а забывают о том, что существуют вот эти допущения в бухгалтерском учете. Поэтому мы себе можем точно так же указать, например, что в бухгалтерском учете или в пояснительной записке мы можем написать, что мы не отразили в составе нереационного дохода данную сумму штрафа. Это связано с тем, что мы применили данные требования, поскольку у нас нет полной уверенности в том, что данную сумму мы получим в определенные ближайшие сроки. И так далее. То есть все равно, я еще раз говорю о том, что бухгалтерский учет может отличаться и существенно отличаться от налогового учета. Но все зависит порой от нас. Если мы его введем только для того, чтобы считать налоги, это одно. Если мы введем для того, чтобы благостоверно и показывать учредителям, тогда будут они требования, которые вытекают из этих бухгалтерских предректов. На самом деле, я думаю, что в учредительных документах у вас нет такой жесткой оценки, которая бы сказала, что по результатам каждого года прибыль обязательно распределяется. Поэтому прибыль распределяется учредительной. Поэтому, в принципе, делается это всегда в решениях учредителей. То есть, например, утверждается бухгалтерский баланс. Учредители пишут, что решение они делают свое. Утвердить бухгалтерский баланс, согласиться с теми-то статьями и так далее. А потом можно сказать, например, что в текущем году прибыль учредителя распределять не будут. Они могут определить, например, что они отправляют ее на воспроизводство, на инвестирование в основную деятельность и так далее. То есть, это можно просто написать в решении. Это решение никому не предоставляется. Оно лежит в папочке, подшивается у учредителей. Говорит о том, что он принял такое решение. Ну, не менее, будем так. Один раз в год это как бы обязательно является нормой. Нужно рассмотреть. Сколько лет можно? Сколько хотите. То есть, это не дипломер? Нет, конечно. Право есть, но никто не требует обязательно распределить. Вот отдайте эту прибыль. То есть, может организация работать на то, что эти средства будут постоянно вкладываться, бизнес развиваться и так далее. Получить эвитенты клиентов. Накапливаются, конечно. Но накапливаются, условно, как бы в расчете организации. Сами деньги могут использоваться. Копите, копите. Возможно, в каком-то периоде надо надумывать и получить эти деньги. А если надо надумывать и получить, то они уже вот этот вот накопленный, они могут приседаться. Все на полу. Нет в законах ограничений. Да, я звонил к нашим. Вот, но распределяют деньги. Ну, дело в том, что, на самом деле, несмотря на то, что есть учрительные документы, все равно я считаю, что учритель имеет право рассмотреть всегда. И они могут, например, противовесить этому. Да, мы решили распределять, но мы не будем распределять. Ведь они же, на самом деле, должны принимать решения именно по развитию этого бизнеса. Поэтому, если они считают, что деньги нужно вложить на что-то, значит, они не принимают. То есть никаких... Вот здесь нужно четко понять, что налоговая инспекция не имеет права навязать распределение дивидендов. При этом сказать обязательно, давайте из этих дивидендов распределите, да еще и нам и налоги заплатите. Налоговая инспекция не имеет права внедряться в предпринимательскую деятельность организации. В плане этой деятельности права и обязанности все возникают в соответствии с законом. Если вы ООО, значит, соответствует законом об обществе с ограниченной ответственностью. Если вы акционерное, то там. И ваши учредительные документы, которые у вас работают, все. Налоговая инспекция будет внедряться только тогда, когда она увидит, что у вас там дивиденды распределены, вы их выплачиваете и она проверит, есть налог или нет. Вот это она должна проверить. Ну или другой вопрос, конечно, она может внедриться в процесс. Когда бывает так, организация, например, в первом квартале получила прибыль, это тоже может быть риском. Например, в первом квартале получила прибыль, а по результатам года убытки. И такая организация, допустим, по результатам первого квартала начислила дивиденды, выплатила дивиденды и налог с дивидендов взяла, соответственно, 9%, а не 13%. И вот тогда, в конце года, когда налоговую видишь, что прибыли нет, и практически перечисление шло именно за счет средств организации, а прибыли не были накоплены ни предыдущие, ни текущие, значит, тогда может дать вопрос о том, что налог НДФЛ был уплачен не верно. И тогда вот вступки в сфор и будете с ней спорить, кто кого-то. То есть они-то начислили. А если вдруг все-таки дивиденды распределены, то я покажу 2 НДФЛ или 3 НДФЛ учителя заполняют на себе? Нет, дивиденды, при выплате дивидендов вы должны удержать налогу уплатить, да. Поэтому, естественно, сдавая. Я там держу, я плачу, а кто его подогнал? Вы показываете в карточке, что выплачены дивиденды в пользу таких налогов. Как бы в отчетности по НДФЛ. Ну вот, в этой же теме, если мы рассуществуем, что мы принесем решение оборудования, то есть у юридических участков, и у юридических подогонок, то физически в течение года не получили. Вопрос здесь не столько налогового законодательства касается, а именно вот этой правовой оценки действий организации, которые не выплачивают дивиденды. То есть, по идее, конечно, ученик может обратиться, чтобы сказать, выплатить срочно, да. Мало что вы мне начислили, в организацию приходят, они говорят, а у нас нет сегодня наличных денег и так далее, да. Поэтому это правовой вопрос, требование, да, он не налоговый. Налоговый же возникает тогда, когда дивиденды перечисляются. То есть, если в момент перечисления дивидендов не изъят НДФЛ, значит, по сути дела, как бы, да, тогда ошибка есть. И с точки зрения, конечно, дивидендов мы еще сейчас один вопрос затронем, но уже когда будем говорить по налогам. Если по поводу ошибок, да, каждая ошибка несущественная, да, выявляя прошлых лет, ну, а потом они накапливаются, да, и получается, что уже при существенной, да, в совокупности своей. Да, что делаем? Ну, дело в том, что, да, то есть, получается, конечно, оценка идет по результатам года, да, а может быть в одном месяце, в другом и так далее. Что в этой ситуации делать? Ну, как я себя могу, если чисто говорить из методологии, я могу себе представить так. Ну, если вы малая, то не вам проблема. Если вы крупное предприятие, то вы отражаете через счета учета, также говорится именно о существенности ошибок, если они в совокупности таковыми являются. Если буквально говорить, то в конце года, получается, вот так вот, грубо, да, применив это ПГУ, мы должны отстанировать все эти записи, эту ошибку отнести на 8-4 тысяч. Вот я так себе эту ситуацию вижу. По-другому, как бы, пока не знаю, пока объясните ее. Ну, потому что все равно она должна оцениваться в совокупности, а не каждая отдельная. Поэтому, может быть, и такое, конечно. Еще можно вам вопрос? Да, пожалуйста. А как учитывать доходы по лицензионным договорам, если вот где-то на разные платежи? Я понимаю, то есть вы получили как бы разовую сумму прав в оплату ваших прав в пользование, да, а затем, как бы, срок действия этих лицензионных прав, он длительный, да, и не ежемесячно идет оплата. Но дело в том, что на самом деле, как бы, Минфин, да, рассматривал этот вопрос, и вот его точка зрения такова, что вот, как бы, не как бы, конечно, а, если говорить именно вот эту точку зрения, они применяли именно в части налогового учета. Потому что есть у нас такой критерий в налоговом учете, это договоры длительного характера, то есть когда они переходят за один год. И если, например, организация заключает договор длительного характера, причем вне зависимости, это договор строительного подряд, договор лицензионный и так далее, то такая организация должна предусмотреть возможность признания такого договора или, как бы, выручки от реализации таких услуг в течение длительного периода срока действия договора. Поэтому, по сути дела, они предполагали, например, в тот момент, когда лицензионный платеж будет оплачен, у вас получается некая сумма авансового платежа, а затем ежемесячно, как бы, вы закрываете вот эту личную доходу и отражаете у себя ее в составе дохода. То есть вот такой пример еще. С точки зрения бухгалтерского учета, но ведь если, например, идти к бухгалтерскому учету, то примерно такая же оценка и возникает. Потому что, что такое лицензионный договор? Это договор, который действует в течение длительного срока. По отдельным лицензионным договорам предусматривается оплата, например, регулярной и ежемесячной. Мы ее закрываем регулярно. А с точки зрения этого договора оплата идет разовая, но действует договор длительное время. Поэтому, получается, все равно возникает как бы вот эта вот не необходимость, а вот эта вот особенность распределения на свой действие договора. Ага, вот к этому подходим. Опять же, все зависит от срока. Если вашим договором установлен срок действия этих прав, это одно. А если мы сегодня, мы сплошь и рядом передаем права пользования бессрочно, значит, тогда мы признаем доход сразу на данную передачу. А пока гражданский кодекс, тогда он действует 5 лет. Я еще раз говорю, вот почему я затронула этот вопрос. Это гражданский кодекс. Смотрите, что он делает. Он просто говорит, он устанавливает общий срок действия пользования правами. И он говорит, если вам срок не установили, вы можете пользоваться им 5 лет. Но вы же передаете эти права, не установив срок. То есть он может год пользоваться, может быть, два будет пользоваться. То есть совсем нет необходимости связывать нормы гражданского законодательства с условиями договора. Нормы гражданского законодательства это не условия сделок. Это как бы возможный срок использования этими правами. Для чего действует гражданское законодательство? Ну никак не в угоду нашему налоговому законодательству. Гражданское законодательство это споры. Две стороны спорят. Например, вы передали лицензионные права, он пользуется. И если вы ему срок не установили, то право на использование возникает в течение 5 лет. Например, через какой-то период времени вы к нему обращаетесь и говорите, а почему ты по-прежнему пользуешься этими правами? Ты не имеешь права их использовать? Я тебе в прошлом году передал, почему ты в этом году? Он говорит, ну позвольте, гражданский кодекс говорит 5 лет, я 5 лет буду пользоваться. Но это критерий гражданско-правовой отношения. То есть, например, в суд вы пошли оспаривать действительность этого договора или право использования этим продуктом. И вот тогда суд скажет опять, он возьмет гражданский кодекс, он скажет, имеет право 5 лет. Все, и вы за этот период не имеете права предъявлять ему никаких претензий. То есть это правовая оценка. Просто Минфин, к сожалению, иногда нам гражданский кодекс начинает подтягивать к нашим условиям сделки. Я же считаю так, если мы условиями сделки срок заложили, значит у одного доходы, у другого расходы. Все четко устанавливается. Если условиями сделки мы не заложили, срок действия этого договора, значит сразу передали у одного доход, у другого расходы. И ничего додумывать в этом случае не нужно, потому что наши законодательства не требуют никакого додумка. У вас не очень сразу. Если срочно-то там так, без налога, ну да, и никакого беды. То есть все рождается и сказать, да, только этот срок договора. Если это срок был установлен, тогда это в судебном порядке. То есть по сути дела может рассматриваться такой вопрос. Я с вами согласна. Но тогда это признание выручки будет опять же определяться из решения суда, как суд в этом случае будет. Понимаете? Но я не могу здесь оценивать четко, каковы будут здесь последствия. Это равносильно тому, это такие же отношения могут быть и по страховым отношениям, и по другим. По страховке ты однозначно приостанавливаешь, расставляешь. А здесь? А здесь? Не возвращайся, но это очевидно. Законодательство этой нормы четко не прописано по лицензионным соглашениям. Конечно, если это установленный срок действия и не воспользовались этими правами, возможно, скоро будет. И возможно, суд принят. Но я не могу, вот не анализировала эту практику, да, чтобы сказать четко. И если же это бессрочный договор, то даже и суд не поддержит, скажет, все, как передо. Практически, если это бессрочный договор, то выручку можно признать у вас. Конечно. Получивший выдаши ревня лицензии, он признает эту выручку, потому как она неоспорима. Абсолютно, да. То есть здесь как бы однозначная норма. То есть передали вам бессрочное пользование, а вы уже сколько хотите, столько и пользуетесь. И гражданская законодательность защищает права на 5 дней. Можно, да, на каких-то стандартных условиях признание выручки? Ну, по сути дела, да. Я думаю, что здесь аналогия есть определенная. То есть можно в политике заложить признание выручки по стандартовой... Ну, будем так говорить, как дополнительный элемент, да, можно безусловно использовать вот это условие. Что там перечень условий для признания выручки? Да, я понимаю. Можно заложить. Так. По бухгалтерскому учету. Еще есть какие-то вопросы? Или мы к налогам тогда уже переходим, да? Значит, теперь с точки зрения налогов. Ну, поскольку все-таки у нас... Ну, как хотите. Могу с налога на прибыль, потом НДС, могу с НДС налога на прибыль. Без разницы, да? Значит... Ну, перерывчик у нас сейчас через 10 минут. Да, через 15. Значит, поэтому... Ну, давайте, чтобы как раз за обидный перерыв была возможность там переварить какие-то моменты. Начну сначала по НДС с изменений, которые с октября будут работать, да, некоторые будут более ранней датой. А потом уже поговорим о текущей практике. Вот по декларации закрываем какие-то обозначенные сейчас особенности, письма, какие-то разъяснения и так далее. Значит, итак, изменения. Действительно, у нас, в общем-то, есть ряд существенных изменений в 21 главу. Они были внесены 245-м федеральным законом. Может быть, сейчас даже еще в плане обновлений мы все их видели. 245-й ФЗ. От 19 июля 2011 года. От 19 июля 2011 года. И вот природа этих изменений, она такова. Откуда они возникли? Это все, практически все изменения были связаны с возникновением арбитражной практики, с возникновением споров. Кстати, еще в прошлом году, вот перед Новым годом, тогда была конференция в Крихановской академии, и там выступали депутаты, и они как раз говорили, что они ведут работу над тем, чтобы вот все поправки или все споры, которые возникают в налоговом законодательстве, привести в соответствие с налоговым законодательством. То есть их включать. Потому что получается некорректная норма. Налоговое одно говорят, суды другое говорят, налоговики с судами не соглашаются, и вот это вечная хаша у нас идет. Поэтому они решили пойти по такому пути. Ну вот, по сути дела, родились эти изменения только сейчас, да, в июльском законе. И вступают в большинстве случаев в силу они...